Согласитесь, никто не заменит маминой улыбки, доброго слова папы, поддержки в трудную минуту бабушек и дедушек. К сожалению, этот надежный тыл имеют далеко не все юные белорусы, в силу разных обстоятельств. Чтобы окружить этих ребят вниманием и заботой, и была разработана такая форма воспитания, как детский дом семейного типа. Восемь уже существуют в Бресте, а в ближайшее время на карте областного центра появится девятый. Соответственно, он будет оборудован всей бытовой техникой, мебелью, то есть располагать и детей, и тех же родителей наших воспитателей для существования, для проживания, для воспитания детей в семье. Еще совсем недавно на этом месте был заросший травой пустырь, а теперь теплый и уютный дом для тех, кто очень долго его не имел. Типовая застройка снаружи имеет ряд принципиальных отличий и преимуществ внутри, главный из которых – комплексная безбарьерная среда. А это значит, что теперь в приемную семью могут быть определены и дети-инвалиды. Данный объект отличается от иных тем, что здесь безбарьерная среда, в том плане, что есть пандус для инвалида, соответственно, а также, что самое индивидуальное, скажем так, это подъемник, который осуществляет подъем инвалида с первого этажа, соответственно, на второй. Также оборудованы санузлы отдельно для ребенка-инвалида, в том плане, что он сам может подъехать, сам может помыться. Ну, скажем так, это облегчает ему жизнь существенно. Просторные светлые комнаты, высокие потолки, большая кухня для совместных чаепитий. Строительства и отделочные работы, которые проводили специалистами 8-го отреста, завершены. Уже совсем скоро здесь появится мебель и бытовая техника. Зазвучит задорный детский смех. Уличная площадка также благоустроена, так что занятие по душе здесь сможет найти для себя каждый ребенок. По благоустройству внутреннему детская площадка оборудованная, ну, скажем так, всем необходимым песочница, качели, чтобы детям было удобнее. Также оборудована сушилками для ковров, для одежды, что тоже как бы, ну, нужно всегда и всем. Кандидаты на должность родителей-воспитателей уже определены. В своей семье они воспитывают двоих детей. Открытие нового детского дома семейного типа состоится уже этой осенью.